МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». У нас в гостях гость из России, председатель партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков. Здравствуйте! Николай, в последнее время вы стали частым гостем нашей страны. Более того, одна из ваших книг была переведена в соседней Румынии на румынский язык и была представлена здесь, в Кишиневе. Вот чем продиктован интерес к Молдове? Первый вопрос. Потому что это хорошая страна, здесь живут хорошие люди, у меня много друзей, и я с удовольствием приезжаю сюда. Я знаю, что те книги, которые вы с удовольствием представляете своим читателям, которые были представлены недавно, и не так давно была представлена книга, одна из них у нас здесь на столе, «Война чужими руками», насколько я помню. Ваш интерес к тем процессам геополитического характера и исторического характера, чем продиктован? Это поиск взаимосвязи, причин и следствий, причин того, что происходит в сегодняшнем мире, или желание сохранить, наверное, какой-то взгляд на исторические события? Ну, знаете, писательская деятельность стала неким фундаментом, базисом для начала общественной и политической деятельности для меня. Собственно говоря, мои коллеги по партии Великое Отечество нашли друг друга во многом благодаря тем книгам, которые я писал. Поэтому для меня это способ поиска единомышленников, с одной стороны. С другой стороны, я с удовольствием делюсь теми мыслями, идеями, пониманием, которое у меня сложилось тоже под влиянием чтения книг, изучения материалов, вхождения в архивы, общения с интересными людьми. Поэтому писательская деятельность – это для меня такое хобби, которое постепенно, незаметно для меня, начало занимать все больше места в моей жизни. К сожалению, времени на все, как у любого человека, не хватает, но тем не менее за год, прошедший с сегодняшнего дня, я написал книгу и с удовольствием представляю ее в Кишиневе. Для меня также важно давать возможность читать на разных языках, потому что у меня выходили книги на украинском языке, сейчас вышла книга на молдавском языке. Я считаю, что это важно. Кому удобно читать на русском, кому удобно читать на другом языке. Важно, чтобы люди имели возможность получения альтернативного источника информации. Я знаю, что ваши книги после знакомства с тем, что там написано, часто вызывают, будем говорить, споры. Участвуйте в этих спорах, отстаивайте свой взгляд и черпаете в этих спорах что-то новое для себя. Вы знаете, в данном случае я, как автор, написал книгу, дальше она живет своей жизнью. Она может оказаться у любого человека на рабочем столе, она может оказаться у кого-то в руках. И дальше, мне кажется, не дело автора участвовать в каких-либо спорах, потому что автор написал книгу. Я под каждым фактом, под каждым утверждением, под каждой мыслью, которая в книге изложена, есть ссылка, можно проверить, что это не выдумки, что это действительно исторический факт. Дальше пусть читатель как-то оценивает это. Тем более, что на моей книге нигде не написано «Истина в последней инстанции» или «Диссертация» или еще что-то. Это один из источников информации. Но, тем не менее, это все-таки не художественная литература. Нет, это публицистическая, историческая литература. Здесь мне не всегда, наверное, даже возможно жанр как-то четко объяснить, потому что это сплав истории, экономики. Так же, как геополитика. Это политика, это экономика, это история, все вместе. Вот так и в моей книге. Ну, если вернуться к нашей стране. Вот, на ваш взгляд, сегодня в достаточно непростой мировой ситуации, вот как вам кажется, насколько все-таки завязаны внутриполитические процессы в Республике Молдова, точнее, привязаны к тому, что происходит вне Молдовы? Ведь очень часто у нас политики любят говорить о том, что следует такой геополитической повестке дня. Например, вот проевропейские партии говорят, что это общая тенденция сегодня прижиматься, так сказать, к Брюсселю. Тем не менее, насколько все-таки внутреннюю политическую жизнь Молдовы зависит от того, что происходит сегодня на планете? Когда-то Наполеон ответил на этот вопрос, сказав, что география – это приговор. Достаточно посмотреть на карту, вспомнить сегодняшние политические события, как станет понятно, что Молдова граничит с Украиной, где полным ходом идет процесс, к сожалению, распада государственности, идет гражданская война. Безусловно, это зона риска. Если мы вспомним, что на территории самой Молдовы есть определенные проблемы, связанные с Приднестровьем, частично с Гагаузией, потенциальные какие-то сложности, то мы понимаем, что тот мир, который установился в 1992 году, и слава богу, его внешние силы могут постараться как-то раскачать. И соседство с Украиной, где все это произошло во все больших масштабах, к сожалению, дает возможность для таких действий. Теперь осталось только понять, какие внешние силы заинтересованы в стабильности в Молдове, какие силы заинтересованы в войне. Давайте посмотрим, Сирия. Кто разрушает государство на Ближнем Востоке? Вот американцы пришли в Ирак, сами пришли, не спросили ни ООН, ни каких-то разрешений международных. Нашли там схему оружия или что там? Ничего там не нашли. Пришли, разрушили государство, повесили руководителя, исходя из каких-то своих интересов. Вопрос. И? Хорошо стало? Здорово? Прямо вот жизнь там заколосилась? Нет. Там появилась вдруг из ниоткуда террористическая организация, вооруженная по последнему слову науки, техники, имеющая огромное финансирование. Откуда? Если сверхдержава контролирует какую-то территорию, на этой территории не могут возникнуть бандформирования в десятки тысяч человек с ракетными установками, танками. Это в некотором смысле напоминает ситуацию с Гитлером в 30-е годы, когда вдруг из ниоткуда разоруженная Германия вдруг оказалась сильной, все начали ее бояться, потом у нее оказалась огромная армия, дальше ей стали сдавать территории и целые страны, а потом эта Германия развязала войну. Так и здесь создавался инструмент войны. Вот тема книги «Война. Точка чужими руками», которую я презентовал в Кишиневе, вот это прямо рассказывает о том, как для достижения определенных целей страны создают инструменты, используют другие государства, другие страны. Поэтому если вернуться к тому, каким образом в сегодняшней ситуации должна себя вести промолдавская политическая элита, она, конечно же, должна быть нейтральна. Ни в коем случае не должна втягиваться в НАТО, в какие-то противостояния, потому что вся история Европы показывает, что да, есть период благоденствия и мира, но он когда-нибудь заканчивается по тем или иным причинам. И начинается на территории Европы война, в которой не участвовать – это огромное благо. И поэтому максимально дистанцируясь от каких-то политических, экономических блоков, которые тянут к войне, а в данном случае это НАТО, вот, мне кажется, это верный путь к процветанию государства. Понятно. Ну, в геополитике здесь самое разное бывает. Многое сегодня говорится о том, что многое завязано, например, в решении даже в наших внутриполитических вопросах. Например, с грядущей встречи на большой двадцатке Путина и Трампа там прононсировали, что о возможности этой встречи на полях этого саммита. Но, тем не менее, я не знаю, Молдова каким списком идет вот в этих череде этих вопросов, которые будут обсуждать мировые лидеры. Но мне кажется, что большинство тем, которые сегодня обсуждаются и в медиасфере, это темы, которые способны решить по плечу молдавским политикам самим. Ну, например, тема Приднестровья. Сегодня, несмотря на такой разрозненный политический класс, мы имеем промолдавского президента Игоря Дадона и имеем проевропейское правительство и проевропейское парламентское большинство. Но, тем не менее, был найден какой-то консенсус о том, что подход к Приднестровскому регулированию должен формироваться на какой-то единой платформе, на едином подходе. Мы должны стать страной, восстановившей себя, контроль над границами и реинтегрировать Приднестровье. Дальше уже вопрос диалога. Диалога с приднестровскими лидерами, диалога, наверное, даже с приднестровским народом, который должен захотеть этого. Вот ваш взгляд на вот этот процесс, на процесс решения приднестровского вопроса, который сегодня, ну, знаете, наверное, один из таких ключевых для перспектив существования Республики Молдова. Безусловно, вопрос окончательного прекращения гражданской войны, это, безусловно, первый вопрос, с которого начинается восстановление во всех смыслах любого государства. Так что это вопрос важнейший. Мне хотелось бы обратить ваше мнение вот на какой факт. Игорь Николаевич Дадон, безусловно, промолдавский политик, и поэтому он прекрасно понимает, что дружба с рынком сбыта является залогом развития экономики. В данном случае для молдавских товаров рынком сбыта является уж точно не Европа. Здесь сложно с этим спорить. Это совершенно очевидный факт. Значит, хорошее отношение с Россией дают возможность продавать свою продукцию. Это просто здравый смысл. Мы сейчас с вами не говорим ни о столетиях, прожитых вместе, о культурной близости, о религиозной близости, о одинаковых традициях. Это просто голый прагматизм, чисто по-западному. Надо дружить с рынком сбыта. Пришедший промолдавский президент начинает налаживать отношения с Россией. Значит, если прозападная коалиция, которая контролирует правительство, была бы тоже хотя бы чуточку промолдавской, она должна была бы в этой ситуации ему помогать. Ну или как минимум хранить нейтралитет. Что она делает? Она высылает российских дипломатов. То есть пытается вставить палки в колеса, пытается поссорить. Не получилось, но тем не менее это сделали. Но если эти, значит, якобы промолдавские политики из прозападной коалиции, они такие вот независимые, если они такие вот честные, то для равновесия надо бы выслать еще и американских дипломатов. Ну, видимо, не за что. Там, видите, как... Слушайте, не за что. Там никто ничего не доказывает. Составляется список дипломатов, им говорят до свидания, и они улетают. Никто никому ничего не доказывает в таких ситуациях. Государство говорит, я не хочу видеть вас здесь, на этой территории. И здесь нет суда, нет присяжных, нет доказательств. Процесс очень в одни ворота. И поэтому, если вы такие независимые и многовекторную политику ведете, ну, выслали российских дипломатов, выслите немецких, американских. Не высылают. Почему? Потому что нету никакой многовекторной политики. Есть желание рассорить Молдавию с рынком сбыта. Для чего? Для того, чтобы в Молдавии стало хуже. Потому что лучше от того, что Россия будет в плохих отношениях с Молдавией, в Молдавии точно не будет. Соответственно, желание вот этих прозападных политиков совершенно прозрачно. Ухудшение ситуации в Молдавии, для того, чтобы потом в этой мутной воде ловить рыбку в виде половины украденного бюджета. Может, вторую половину бюджета украсть. Может, еще что-то сделать. Постоянные провокации, постоянное нагнетание ситуации вокруг Приднестровья со стороны этих людей, которые в конце концов ставят себе целью ликвидировать Молдавию как государство. Вот это я хотел бы, чтобы все понимали. Если люди сознательно ухудшают экономическую ситуацию внутри страны, они потом хотят сказать, что государство несостоятельно, оно не состоялось, и нам нужно Молдавию ликвидировать и стать частью, собственно говоря, какого-то другого государства. Вот к чему ведет эта политика. Все остальное – это средство достижения этой цели. Понятно. Ну, вы упомянули такой момент НАТО, и НАТО сегодня практически стучится и к нам в двери, потому что у нас в Кишиневе есть офис информирования НАТО, или как-то он еще иначе называется. Вот ваш взгляд на продвижение вот этого военно-политического блока все ближе и ближе к российским границам. Ведь в свое время когда-то и российская власть декларировала желание о том, чтобы стать частью НАТО. Ну, это просто разговоры. Давайте посмотрим на карту. Вот такая вот Россия, вот такой вот Евросоюз. Даже если мы говорим о членстве России не в военном блоке, который создавался против России, а просто в европейском сообществе. Ну, как слон может вместе с хомячком быть в одной организации. Там не то, что хомячки, там еще, я даже не знаю, инфузории туфельки вроде некоторых государств по сравнению с нашим размером. Так что мы туда не можем войти просто в силу исторических, территориальных, географических, каких угодно причин. Теперь, что касается НАТО. Блок создавался якобы для сдерживания советской угрозы. Вопрос. С 91-го года какая-то угроза со стороны России существует? Ну, вот есть у России потенциал захватить всю Европу, как нам рассказывали все там 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Ну, нет его. И желания нету, и потенциала нету. Вопрос. Россия, Советский Союз, стало слабее. НАТО, в свою очередь, планомерно двигается в сторону российских границ. Не Россия в сторону НАТО, а НАТО к российским границам. При этом в нарушении каких-то джентльменских соглашений, в нарушении определенной логики, распускаться не собирается. Вбирает в себя все новые государства. Германии когда-то разместили британские и американские войска, чтобы защищать от советских войск в Германии. Так их там давно уже нет. А британские и американские войска в Германии стоят. Вопрос. От кого они там защищают эту бедную, несчастную, беззащитную Германию? От кого? От Польши члены НАТО. От страшного Люксембурга? Может, от Голландии защищают? То есть, это все разговоры. Никакой угрозы не существует. Но под эти разговоры выделяются деньги, бюджеты. И планомерное происходит втягивание определенных территорий. Вопрос. Зачем НАТО стучится в Молдавию? Ну, зачем? Что как-то НАТО без Молдавии не может существовать? Ну, очевидно, что это никакой важной, с точки зрения безопасности самих членов НАТО, роли не играет. Согласно Конституции, Молдавия нейтральное государство. Вот теперь представьте, вы военный блок. Есть страна, у которой черным по белому записано, что она не может быть членом вашего блока. Что вы туда стучитесь? Это, знаете, вот мне напоминает, есть семья. Стоит дверь, замок закрыт, все. И кто-то ночью стоит и стучится. Но что он стучится? Семья закрылась, она никого видеть не хочет. В Конституции семьи написано, есть муж, жена, дети. Все, больше никто не нужен. Ну, бывают такие неадекватные. Куда неадекватная позиция? Либо он что-то хочет, в конце концов, чтобы дверь открыли и вынести оттуда. Не вносить же ночью будут в дверь этой семьи что-то. Выносить будут. Вот это надо понимать. Когда настойчивое стремление нарушить Конституцию какого-то государства, то это делается не для блага этого государства, а в каких-то своих интересах. Посмотрим, что американцы принесли за последнее время. Войну и хаос. Куда они не пришли? Украина, Сирия, Ирак, война и хаос. Значит, и в Молдавию они хотят принести то же самое. Ну, вот у нас есть, вы упомянули высылку российских дипломатов. Но эта тенденция обретает более широкий вариант. Смотрите, много говорится о том, что необходимо ужесточить контроль за ретрансляцией российских телеканалов в Молдове с целью сокращения влияния российской пропаганды на умы молдавского гражданина. И в этой ситуации мы находимся, мы жители планеты в 21 веке, где информационные технологии не просто встречаются, они в каждом доме, они в мобильных приложениях, в интернете. И тем не менее, вот в эфирах телевизионных каналов заставляют оккупировать, вырезать информационно-аналитические программы российского производства в целях, так сказать, недопущения пропаганды. Но я понимаю, с одной стороны, есть такая общая мировая такая тенденция. Смотрите, в Штатах все никак не найдут российских хакеров, которые взломали сервера демократической партии и повлияли на выборы. Да их никогда не найдут, потому что сложно найти то, чего не существует. Видимо, да. Но вот мы в этом тренде, в этом хвосте, этой кометы тоже там плетемся. Вот сейчас будем, так сказать, бороться с российской пропагандой. Вот в ваш взгляд, насколько эффективна вообще такая борьба с инакомыслием по мнению тех, кто эту борьбу объявляет? Есть ли, в общем-то, конечная цель всего этого? И вот как могут развиваться события? Ну, конечная цель, очевидно, это контроль над информационным пространством, возможность излагать только одну точку зрения, какие-то ее подвиды. Но, по сути, чтобы только одна точка зрения звучала, что мы, собственно говоря, видим на Западе и что мы, к сожалению, сегодня видим на Украине, где отключили вещания российских каналов, постоянные запреты. Ваш покорный слуга запрещен на Украине, и книги запрещены на Украине под смешными предлогами о каком-то украинофобстве. Там слова плохого нет. Для меня русский украинец – это один народ, поэтому, ну, что ж я сам себя фобствовать буду. Все гораздо проще. Нужно ограничить доступ иной точки зрения. Вот, собственно говоря, и все. Но здесь мы приходим к вопросу, что надо выяснить, что такое демократия. Если демократия – это плюрализм, желание отдать свою жизнь, как нам красиво говорили, за то, чтобы вы высказывали другую точку зрения, возникает вопрос. Есть ли политические силы, которые называют себя демократическими, выступают под демократическими знаменами, рядятся в них, выступают за ограничение свободы информации, вопрос, может, мы как-то в терминах должны определиться, что такое демократия. И здесь, знаете, приходит на ум шутка Сталина, о которой он когда-то сказал, что я думал, что демократия – это власть народа. Но товарищ Рузвельт объяснил мне, что демократия – это власть американского народа. Так и здесь. Демократия – это когда демократы могут свою точку зрения излагать, и решать, что другая точка зрения народу не нужна. Вот так. Вы очень много пишете об истории. И вот какие исторические уроки удалось извлечь, занимаясь архивами? Что удалось или что посчитали главным должно быть известно вашему читателю? Ну, конечно, главный исторический урок о том, что никто не читает исторических уроков, никто их не учит. Это, к сожалению, такой грустный исторический урок. А так, собственно говоря, ничего не меняется. Если вы хотите понимать сегодняшний день, поймите вчерашний. Если вы хотите понять вчерашний день, поймите сегодняшний день. И вам это поможет понимать день завтрашний. Потому что цели в политике не меняются. Игроки те же самые, способы те же самые. Вот чужими руками как достигали каких-то поставленных целей, так и сегодня достигают. Опять же, Украина. Что хорошего гражданам Украины принес государственный переворот, который там инициировали на американские деньги при американской поддержке? То, что это был государственный переворот, доказать можно просто одним фактом. Конституция Украины была грубо нарушена. Вместо уехавшего из страны Януковича. А я никогда не знал, что если президент уехал из страны, то он перестал быть президентом. Или если он из Киева переехал в Донецк, то он тоже почему-то перестал быть президентом, которого избрали. И легитимность избрания которого Запад, в отличие от предыдущих выборов Януковича, никогда не ставил под сомнение. То есть президент это процедура и человек, прошедший через нее и ставший главой государства. Нам же пытаются доказать, что от того, что он переехал в другой город, он почему-то потерял легитимность. Точно такой же президент Йемена почему-то легитимность от переезда в Саудовскую Аравию не потерял. И вот в Конституции Украины нет никакой другой причины для отстранения президента, кроме импичмента. Если он жив-здоров, процедуры импичмента не было. Турчинов стал ИО-президентом, которых тоже нет в Конституции. Но это грубейшее нарушение. Запад не замечает всего этого. Почему? Потому что вся история на Украине иммуницирована в его интересах, руками украинских политиков, украинских националистов и огромного количества простых людей, которые не понимали, что ими просто манипулировать. Началась гражданская война. Страна, естественно, скатывается в хаос. Это неизбежно приводит к ухудшению жизни. Тот безвиз, который получили украинцы, ну да, но сэкономили через три года 15 евро на визе. И что? А гражданская война-то осталась? То есть за красивыми словами всегда есть чье-то прагматичное желание добиться каких-то целей. И когда мы с вами вот сейчас говорили о, собственно говоря, прорумынских силах в Молдавии, нужно понимать, что за их всеми действиями стоит желание ликвидировать Молдавию как государство. Но процесс ликвидации молдавского государства, во-первых, не совпадает с желанием большинства граждан, подавляющего большинства граждан. Молдовы это первое. Во-вторых, он не может произойти без каких-либо катаклизмов. Это надо понимать. Значит, те, кто говорят о необходимости ликвидировать Молдавию как государство, сознательно хотят начать войну и хаос на территории молдавского государства. И нельзя дать им эту возможность. Удивительно, что здесь не работают статьи Конституции, основного закона, которые стоят на страже сохранения государства. Что здесь, в общем-то, у нас существуют политические силы, так сказать, зарегистрированные Минюстом, но в основе своей программы они ставят именно уничтожение государства. Ну, я думаю, что в соответствии с процедурой законодательные акты Республики Молдова могут как-то корректироваться. И когда большинство в парламенте получат промолдавские силы, вполне возможно, нужно эти законы подкорректировать так, чтобы никто не имел права выступать с точки зрения ликвидации государства. Это просто элементарная, так сказать, политическая гигиена, если хотите. В основе сегодняшнего положения вещей лежит и то, как преподается история сегодня в Молдове. Смотрите, мы единственная страна, которая изучает историю совершенно другого народа. Ну, я знаю, что Молдову изучает историю румын. Да, это нонсенс, мне кажется, потому что у Молдовы есть своя собственная история, признанная, есть немало исторических трудов, документов, которые доказывают любым скептикам историю происхождения нашего государства. Это просто один факт. Когда появилась Молдова, когда появилось государство под названием Румыния. Вот, собственно говоря, и все. И дальше уже дискутировать не о чем. А если вспомнить еще, что Румыния была создана, ну, скажем, без России, она просто бы не появилась на свет, как государство. Но этот исторический факт затушевывается, уводится в сторону и выпячиваются какие-то куда меньше исторические противоречия, которые существовали. Ну, тем не менее, смотрите, мы изучаем историю соседнего государства. Именно, так сказать, с начала времен всех, которые возможны, потому что до этого периода практически, видимо, истории не существовало. И сегодня молодые умы и апеллируют именно этими категориями. Сегодня редкий молодой человек, ну, может быть, знатоком истории своей страны, истории Молдовы. Это лишь, наверное, продиктовано каким-то домашним воспитанием, желание родителей сохранить, так сказать, в голове своего ребенка знание о том, как складывалась история, из чего состоит история Молдовы. Тем не менее, вот в этом том, как преподается история Молдовы, очень мало совершенно уделено вниманию, там, не знаю, несколько страниц сказано о том, что в самом кровопролитном периоде, в общем периоде, который переживала Молдова вместе с теми странами, с теми народами, когда было частью большого государства. Я имею в виду частью Советского Союза и говорю о том периоде, когда мы были оккупированы землей, когда мы воевали с фашистами. Вот сегодня в истории там 3-4 страницы и совершенно иначе как-то, то есть идет, мне кажется, переформатирование и подготовка к совершенно другим фактам, которые в следующем учебнике истории будут переписаны так, что мне кажется, что в войне выиграл Рузвельт и Черчилль. Ну, это уже давно написано в учебниках западных и которые сдаются на западные деньги, в том числе и в России. Я хочу сказать, что в России есть та же самая проблема преподавания истории, она, к сожалению, до сих пор не решена, что для меня, например, достаточно странно, потому что это некий фундамент, базис воспитания гражданина. Не случайно, что в учебниках по истории румын написано то, что не совпадает с исторической действительностью, иначе бы пришлось рассказать, в общем-то, неприглядную правду. С 1812 года территория Молдовы входила в состав Российской империи, никаких проблем не было, земля процветала, собственно говоря, виноделие, по большому счету, появилось в этот период как факт на этой земле, потому что понятно, что во время турецкого владычества виноделие как-то сильно развиваться, мягко скажем, не могло. И дальше, во время русской смуты 1917 года, наш официальный военный союзник, который за примерно лет 50 до этого был создан, оплачен жизнями российских солдат, румынские солдаты вместе с русскими солдатами воевали с турками, в том числе в Болгарии. И вот этот союзник, фактически раньше России, подписывает с немцами Брестский мир, и дальше, воспользовавшись ситуацией крушения российского государства, просто откусывает часть территории. Это и есть самая настоящая оккупация, подчеркиваю, военный союзник, обязанный нам просто своим существованием. Ну как это? Что это такое? Если бы в политике существовал термин подлость, то можно было бы назвать это именно так. Ну вот, рыбку в мутной войне поймали. Значит, дальше в 1940 году Советский Союз возвращает без войны ту же самую территорию в состав Советского Союза. Дальше Румыния вместе с Гитлером, являясь союзником Гитлера, нападает на Советский Союз. Вот когда вы все это изложите, вот так становится понятно, кто прав, а кто виноват. Дальше в этом же учебнике надо написать, что в 1944 году Румыния, увидев, что происходит, в общем-то, вовремя поменяла ориентацию. И как шутят, сначала шли с немцами на Москву, а потом с русскими вошли в Берлин. Вовремя, вовремя поняли, где, как говорится, правда или где, что скорее, где сила. Ну вот вы это все расскажите, и человек сразу поймет, кто прав, кто виноват. Поэтому приходится мимолетом, сместив акценты, назвав то, что было освобождением, назвав оккупацией, вот так и фальсифицируют историю. Немного расширим границы разговора, выйдем за пределы уже обсуждения исторических тем. Наблюдали за тем, что происходит сегодня, допустим, в нашем регионе, в регионе, в котором находится Молдова. Ну, будем говорить, так сказать, юга, восток, Балкан. Молдова является частью сообщества, сотрудничества причерноморских стран. Молдова входит в самые разные, будем говорить, политические и экономические организации. Сегодня мы стали, в этом году мы стали наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Мы члены ассоциации с ЕС. Вот довольно очень сложный узелок завязывается в политике вокруг Молдовы, в самой Молдове. И в то же время достаточно непростая ситуация и на Балканах. Имеется в виду, что, ну, смотрите, исторические союзники Российской Федерации сегодня члены НАТО. То есть мы опять возвращаемся к какому-то такому моменту, который связан и с геополитикой. Не кажется ли вам, что вот Балканы сегодня опять становятся каким-то такой, ну, мягко говоря, разменной монетой, а если уже говорить жестко, то, наверное, каким-то очередным очагом напряженности? Ну, есть термин, что Балкан – это порховая бочка Европы. Собственно говоря, ничего не изменилось. Смотрите, после уничтожения Западом Югославского государства, которое, собственно говоря, при западной поддержке было создано, просто отпала необходимость, и Запад прагматично ликвидировал это государство. Там создан совершенно стопроцентный очаг войны, который может начаться по щелцку пальца. Я имею в виду Косово. Сербы никогда не смирятся с вот этим противозаконным фактом отделения Косово от Сербии. Значит, изменение статуса КВО, либо прекращение поддержки албанцев, либо, наоборот, поддержка сербам со стороны Запада сразу приведет к возникновению военного конфликта. Если Западу, особенно американцам, будет нужен военный конфликт на территории Европы. Что касается союзников России, то мы с вами только что обсудили, как вел себя союзник по имени Румыния. Мы можем сказать, что союзник по имени Болгария тоже вел себя очень странно. После того, как был создан при поддержке России, он участвовал в двух мировых войнах на другой стороне. Ну, может быть, не очень активно. Понятно, что болгарские войска не ставили против русских войск, потому что они бы, скорее, сдались и перебежали. Но, тем не менее, все-таки по другую сторону баррикад это было. Но здесь можно говорить о дипломатическом поражении России в тот момент, когда государство, созданное при нашей поддержке, в результате определенных дипломатических хитростей наших британских и немецких партнеров, попадало под влияние тех династий немецкого производства, которые ставили в итоге и в Румынии, и в Болгарии у власти тогдашние сильные миры всего. Это надо изучить, нужно понять, как это было сделано, ну и сделать определенные из этого выводы, чтобы не повторять эти ошибки. Надо ли из-за этого не любить Болгарию или Румынию? Ну, конечно, нет. Собственно говоря, это исторический факт, который когда-то был. В сегодняшней ситуации, после того, как Горбачев предал Советский Союз и уничтожил Советский Союз, когда Ельцин предавал интересы Советского Союза, то есть, по сути, сама Россия, благодаря предательству в верхушке российского государства, создала ситуацию, когда быть с Россией было невозможно. Что должны были делать в этой ситуации Болгария и Румыния? Они, естественно, примкнули к другому центру силы. То есть, даже и в предательстве, если кого и можно обвинить, то Ельцина и Горбачева. Сегодня геополитическая ситуация меняется. Наша общая задача не дать американцам начать войну в Европе, а им эта война по многим причинам очень сильно нужна. Ну, если продолжить вашу мысль, получается, что сегодня, например, из-за, мягко говоря, безволия или, в общем-то, предательства российской верхушки страны, которые входили в состав Советского Союза, вынуждены были переориентироваться. И все. Но вот, если посмотреть на карту, получается какое-то такое смыкающееся кольцо. Смотрите, что произошло в Грузии в 2008 году. Как сегодня обстоят дела в Украине. Балтия уже давно страны, которые, ну, нельзя назвать архидружественными к Российской Федерации. То есть, целенаправленно идет продвижение, точнее, отсекание стран от российского влияния. Но рано или поздно ведь это должно, ну, не знаю, какую-то иметь финальную точку или это бесконечный процесс? Ну, финальная точка – это война в этом процессе, да, которая нам категорически не нужна. А дальше уже, собственно говоря, за это идет борьба. Но невежливо отвечать вопросом на вопрос, но чтобы понимание какое-то пришло, мне кажется, лучше всего задать себе вопрос. А давайте назовем одну прокитайскую страну. Кто является союзником Китая? Ну, вот Россия якобы неправильную политику ведет, и дальше там много всяких слов в ее адрес говорится. Хорошо, Китай. Вроде как бы с экономикой у Китая все замечательно. Никто не говорит, что Китай ведет неправильную политику. Никто не говорит. Назовите союзника Китая. Кто? Что? Северная Корея? Да, исторически отчасти. Еще. Все? Список закончился? Так что, и Китай ведет неправильную политику, развивая экономику, быстрее всех развиваясь, становясь мировой фабрикой, строя авианосцы, новые железные дороги, мосты, инфраструктура? Это неправильно. Почему союзников не прибавляется? Потому что вокруг расположены государства, где Соединенные Штаты держат свои базы. Вот поэтому они и к нашим границам придвигает НАТО. Для них размещение своих войск это гарантия лояльности этих государств. Вот, собственно говоря, и все. Это в некотором смысле такая мягкая оккупация. Разместили войска на территории Прибалтики, это гарантирует марионеточность прибалтийских режимов. Вот, собственно говоря, и все. И они придвигают только к тем свои войска, кого рассматривают как источник опасности для себя. Но не военный, а потенциальный, а отдельный источник силы, отдельный центр силы. Поэтому и к российским границам придвигают, и к китайским. А где-то, если есть источник слабости, так что к нему войска придвигать? Вот был Ельцин, России как центра силы не были, все сдал. Ну и зачем войска туда придвигать? Сам сдаст. Поэтому в некотором смысле придвижение НАТО к нашим границам, это высокая оценка того восстановления государственного суверенитета, который в России происходит. Но можно ли уже говорить о формировании многополярности на планете? Или еще пока рано? Говорить всегда можно. Термин такой расхожий. Но нужно это подкреплять некоторыми базовыми вещами. Во-первых, суверенной внешней политикой, мы ее сейчас в России видим. Это очень приятно, и партия Великое Отечество, лидером которой я являюсь, поддерживает внешнюю политику нашего президента. Но помимо внешней политики, должны быть еще вещи, как перевооружение армии, это есть. Ну, не потому что мы агрессивны, а потому что у Америки военный бюджет, который больше, тут хочу, чтобы все услышали, чем военные бюджеты всех стран мира. Вот просто вот Китай, Россия, Индия, Германия, вот-вот-вот, всех сложили, вот у американцев больше. Поэтому кто кому угрожает, это первое. Второе, мы должны экономически развиваться. Без сильной суверенной экономики очень сложно вести суверенную политику. Поэтому вот здесь, в экономической политике, пока мы не видим тех решительных действий, которые бы российским патриотам хотелось увидеть. Сегодня очень много говорится о том возвращении молдавских товаров на российский рынок, о развороте после 2014 года, развороте молдавской власти, ну, во всяком случае, в лице такого президента, Игоря Дадона, к восточным рынкам, к восточным соседям, членам Евро-Эс. И Игорь Николаевич Дадон не раз декларировал, что, в принципе, вот сотрудничество с государственными входящими в это сообщество, как раз и может стать залогом экономического успеха Молдовы. Возвращение на торговые площадки даст импульс возрождению экономики. Молдовы загнаны сегодня, не знаю, ну, если не на дно, то уже где-то рядом. И в этой ситуации сегодня, ну, вот я понимаю, что есть определенные трудности. Во-первых, возникает некий спор между тем, что мы открылись для, стали, как бы, открытым рынком для европейских товаров. С другой стороны, это может привести к некоторым несостыковкам законодательства тех стран или к тому положению вещей вот в экономическом союзе, который вынужден защищать себя от реэкспорта, от, будем говорить, некачественных товаров, там, третьих стран. Вот как, на ваш взгляд, может сложиться диалог сегодня между Молдовой, Западом и Молдовой и восточными соседями? Ну, что касается Молдовой и Запада, мне кажется, уже большинству молдавских избирателей, это видно по итогам выборов, и будет еще более видно по итогам выборов в парламент в будущем году, очевидно, что Запад, он только обещает, но ничего не делает. Знаете, есть поговорка, обещать не значит жениться. Вот, так сказать, я думаю, не только прекрасная половина человечества понимает всю лукавость этой ситуации. Обещают, обещают, обещают и ничего, ничего не делают. Рынок для молдавских товаров, они в принципе открыть не могут, потому что у них у самих переизбыток этих товаров. В Европе, в Евросоюзе давно уже назначены ответственные за производство вина, за производство томатов назначена Турция, там и так далее. Там все это не нужно. А вот рынок Молдавии, пусть он и не очень большой, но должен быть открыт. То есть Евросоюз, это такая открывашка, она открывает все рынки для себя, любимые, для того, чтобы удобнее туда сбывать. И красивые слова говорят о том, что есть рынок там. Но попробуйте, вот хорошее, качественное молдавское вино привезите во Францию и честно конкурируйте с французским вином. Но у французов будет, скажем так, минимальный процент побуждений для того, чтобы вместо французского или итальянского вина начать пить молдавское, которое они просто не знают. Вот, собственно говоря, все. Простая прагматика. Поэтому рынок сбыта, еще раз подчеркну, это Россия, это Казахстан, это Евразийский экономический союз. Очень правильно, что Игорь Николаевич Дадон ведет Молдавию именно в этом направлении. Это просто направление здравого промолдавского смысла. Прозападная коалиция будет мешать, но я надеюсь, что потом молдавский избиратель даст оценку действиям этой коалиции. И, собственно говоря, в парламенте получится большинство, которое не мешать будет президенту проводить промолдавскую политику, а помогать. По поводу избирателей. Сегодня очень много амуссируется в медийной сфере изменения, которые в избирательном праве, которые, во всяком случае, с одной стороны, оценку этим изменениям дала уже Венецианская комиссия и определенные политические силы апеллируют к ним. Но есть и, будем говорить, востребованность этих изменений. Сегодня избиратели разочаровались в парламенте молдавском. Рейтинг доверия парламент находится далеко не на первых позициях. И это как раз говорит само за себя. Избиратель устал от хронического обмана, от того, что партии декларируют одно, а потом реализуют другое. Более того, сами, уже входя в парламент, начинают распадаться на каких-то независимых депутатов. Затем происходит эволюция независимых депутатов. Они становятся членами других партий, эволюционировали, поменяли идеологию. И в этой ситуации, наверное, изменение избирательного законодательства назрело. И вот то, что предлагается в качестве компромиссного решения, а именно смешанная избирательная система, на примере тех же европейских стран, показало, что это становится положительным импульсом для развития и демократии, и экономики, и общества. Достаточно посмотреть на Германию. Там смешанная избирательная система. Люди голосуют и за партии, как драйверы политического движения. И голосуют за региональных лидеров, за домодатников, которых они знают лично, и которых могут потребовать ответственность. Вот ваш взгляд на желание, на востребованность смешанной избирательной системы сегодня в Республике Молдова? Я думаю, что в данном случае не мне высказываться по поводу тех или иных изменений в законодательстве Молдовы. Это, собственно говоря, прерогатива, безусловно, и молдавских политиков, и молдавских избирателей. Я хочу сказать, что мне, как человеку русской цивилизации, более импонирует модель, когда есть ответственное лицо, берущее на себя ответственность за страну. То есть президентская форма правления мне представляется куда более соответствующей менталитету. И в том числе, мне кажется, и молдавского народа. Потому что есть человек, который публичен, открыт, и он не может изменить свою позицию без потери своего политического лица. А вот то, что вы рассказываете, к сожалению, в России это иногда бывает. Когда депутат говорит одно, приходит в парламент, там раз и поменял свою позицию, как вы говорите, эволюционировал. Ну давайте, эволюция под разными происходит причинами, говорят под внешним, да, ну, теория Дарвина, что-то там куда-то упало, потом внешнее воздействие, и, значит, выросли рога или копыта у кого-то. Но вот такие политические рога и политические копыта иногда вырастают у тех, кто оказывается в парламенте, и когда избиратели не имеют никакой возможности отозвать. Поэтому в ситуации такой вот сложного геополитического выбора, мне кажется, что больше полномочий должно быть у первого лица государства, и тогда будет очень, ну, более эффективна возможность решать те проблемы, которые стоят перед страной. Ну, эти цели как раз стоят, я так понимаю, на привеске дня ее про президентской партии, дать выиграть грядущие парламентские выборы, будут ли они очередными или внеочередными, покажет время. Дать возможность своему президенту, за которого проголосовало беспрецедентное количество граждан Республики Молдова, не за одного лидера той или иной партии, или вот когда проходили в свое время прямые лидеры, то есть прямые выборы президентские в Молдове в 90-е годы, не голосовало такое количество, то есть не отдавали столько голосов. И как бы это востребовано сегодня, есть жажда лидера, жажда того человека, который, ну, возьмет на себя ответственность и доведет до конца те обязательства, которые вот он озвучил на президентских выборах, те обещания, которые он дал. И вот в обществе это ощущается, это чувствуется. Сегодня главное бы, конечно, чтобы, знаете, как внешние партнеры, как мы называем в кавычках партнеры, но прекрасно понимаем, кто это, и прекрасно понимаем их интересы. Тем не менее, как бы есть опасения о том, что влияние внешнего фактора на грядущие выборы окажется максимальным для недопущения того сценария, который логически складывается сегодня в Молдове. То есть складывается из предпочтений избирателей. То есть получается, демократические внешние партнеры мешают развитию демократии Республики Молдова. Демократия, мы не будем цитировать сейчас Сталина, то есть все равно будем говорить о том, что демократия властная рода. Для того, чтобы понять, куда ведут те, кто называют себя демократами, надо всего лишь посмотреть список школ, которые в Молдавии собираются закрыть, список больниц, которые будут закрыты, если этот экономический курс не изменится, список предприятий, которые не смогут продавать свои товары в Европу и тоже будут вынуждены уволить своих работников. И это все приведет явно не к положительным сдвигам в экономике Молдовы. Так что вот просто посмотрите это и станет понятно. Но не нужно снимать с себя ответственность. Да, конечно, ответственность лежит на президенте, на парламенте, на политиках. Но каждый избиратель, приходя на выборы, должен понимать, если вы голосуете за тех, кто говорит красивые слова про демократию, а закроет школу в вашем селе, значит вы стали соучастником закрытия этой школы. И почему вы это сделали, уже не так важно. Потому что вам лень было дойти до избирательного участка, потому что вас попытались подкупить каким-то образом, или лапши на уши вам навешали красивой демократической. Ну так снимите эту лапшу, придите на выборы, проголосуйте за тех, кто сделает то, что нужно стране, а не то, что нужно другим странам сделать внутри Молдовы. Николай, спасибо за этот разговор. Я знаю, что вы сегодня один из самых читаемых авторов Молдовы. Интерес к вашей деятельности растет и к вашим книгам растет. И благодаря тому, что вы сами приезжаете, рассказываете и охотно делитесь этими знаниями, будем с удовольствием ждать и в нашей студии. Приезжайте просто в Молдову гостем, наслаждаться климатом. Ну немножко, может скоро станет не так жарко, будет более комфортно. Наслаждаться молдавским вином, гостеприимством молдавского народа. Это настоящие добрые, искренние и трудолюбивые люди. Мы это ценим, свои эти качества горожимы, мы пытаемся их сохранить всеми силами. Ну и пытаемся не ошибаться. Вот будем учиться на своих ошибках. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был председатель партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков. Следите за нашими эфирами, мы работаем для вас. Продолжение следует...